Всем привет, это Клащ ТВ, меня зовут Людмила Николаева и сегодня мы решили посетить экологическую ферму, которая находится в Костромской области. Называется она раньше Дикун. Говорят, что здесь живет свыше 500 голов различных животных, даже есть ручная волчица. Так ли это? Пойдемте узнаем прямо сейчас. Колина, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила, очень рада, что в нашем городе появилось такое потрясающее место, где можно настолько близко контактировать с животными. Предлагаю не терять время, а отправиться посмотреть все более обширно. Так, конечно, пойдемте. Здесь у нас курятник, здесь у нас живут несушки, наши кормилицы, кто больше всего отдает яичек. Так, дальше у нас идут поросята маленькие, оно уже 17-го, получается, года рождения, их можно покормить. Черные вьетнамские поросята, веслобрюхи, а белые-то, ну, обычная розовая свинья, это просто малыши. Ну что, кто первый, налетай. Привет! Привет! Опа! Опа! О, поймали, да? Что это за интересная порода курит? Это китайская хохвата называется. Я думаю, что так похоже на мою собаку? У меня дома собака китайская хохвата. Ой, еще тут есть черненькие, но они такие лапочки, такие маленькие. Дальше у нас идут гуси, их у нас не так много пока что. Летом они живут на улице, плавают в пруду, как лебедь, очень красиво. Дальше у нас идут козочки. Ой, все молочко! Вкусное молоко дают? Да, очень вкусное. Иди, буржу, буй. Целоваться. Ах, целоваться, Гибель, да ты милая. Да, хорошо ли тебе живется? Хорошо, говори. О, коняшки! Дальше у нас вот лошадки, вот это лошади редкой породы, породы Тинкер. Их единицы в России, их очень мало. Сейчас ищем невесту, жеребцу моему. Одна лошадь в России продается. Одна, вы понимаете, за всей России одна лошадь сейчас продается. Как вам удалось заполучить такую редкую красоту? Долгое искала, это вот его сын, вот главный наш герой, отец. Жеребец-производитель, он абсолютно чемпион породы на выставке, на международной он ездит. Зовут Джолани Фабиани, итальянец. Италия, как это, белиссимо, грация! Возьми, возьми сладкий. Очень красивые коняшки. Здесь у нас стоят коровы, которые дают молоко, продукцию, сам наши кормилицы. Попробуйте, вот этот хорошо берет. А зачем она языком берет? А потому что так, ну, природа так, она и травма. Ой! Почему ферма экологическая? Потому что находится в экологически чистом районе, и наши продукты экологически чистые, потому что мы кормим животных только натуральными кормами. Это овощи, фрукты, соседних колхозов. Мы развиваемся, строимся. В проекте у нас будут гостевые домики, то что можно приехать на все выходные. Можно остаться ночевать, у нас тут баня будет, таверна, где вы можете поужинать. Будут праздники, Новый год, Масленица, все будет костюмировано в стиле Средневековья, все будет очень круто. Скажи, пожалуйста, как она у тебя появилась? Подарили. Такой своеобразный подарок. Подарили, да. Она стопроцентная волчица, у нее родители волки. В зоопарке в Костромском. Как тебе удалось приручить ее? Она у нас 4 месяца жила дома, она с нами ела, с нами спала. Она у нас снимается в фотопроектах, фотосъемке, видеосъемке, в клипе она у нас снималась. Мятка, да. Лапку дает. Думала ли я, что я вот так буду сидеть и играться с настоящим волком? Привет, как тебя зовут? Захар. Захар, расскажи о своих впечатлениях. Мне тут очень нравится, тут очень круто. И мне удалось посидеть на такой красивой лошади. Мы совершили обзорную экскурсию. Я Полина и Дайнерис. Обращаясь к нашим зрителям, хочу сказать, если вы хотите очень круто провести свои выходные, приезжайте на Ранчо Дикун, здесь вы сможете пообщаться с животными, погладить, поиграть, ну и просто провести очень круто время. Ну а это был Клач ТВ. Подписывайтесь на наш канал. Пока! Аааа! Субтитры подогнал «Симон»! Добрый день! Меня зовут Лариса Браус, и это проект «Лучшие костромы гостиницы» по версии Клач ТВ. Сегодня мы находимся на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Самоковский». Он расположен в тихом, экологически чистом и удаленном от городских улиц месте недалеко от Ярославского и Ивановского шоссе. Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Мне очень интересно, как устроен ваш ресторанно-гостиничный комплекс. Может быть, вы мне покажете? Здравствуйте, Лариса! С удовольствием покажу все наши апартаменты. Гостиница небольшая, светлая, уютная, комфортабельная и очень чистая. Разрешите, я вам покажу сейчас один из номеров. Проходите, пожалуйста. Так выглядят наши номера. Светлые, уютные, теплые. У нас есть холодильники, кондиционеры, если вам будет очень жарко. Мы старались действительно, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. А это наш номер люкс. Пожалуйста, проходите, посмотрите. Вау! Как правило, мы сдаем этот номер нашим молодоженам. Посмотрите, какой он уютный, светлый. Он маленький, но очень уютный. Проходите, пожалуйста, Лариса. Здесь, в нашем банном комплексе, располагается большой, красивый гостевой дом. Называется он Емеля. Здесь можно приехать большой компанией, остановиться на несколько дней. Наверху у нас три шикарные спальни. Спальня для малышей, комната отдыха небольшая. И две гостевые спальни. А теперь, Лариса, я хочу продолжить нашу экскурсию и показать не просто бани, а целый комплекс наших самоковских бани. Вы чувствуете, как пахнет дымом? Да. Обратите внимание, сейчас я вам покажу нашу парилку, где топится бани на дровах. Ароматы вообще чудесные. Великолепный пар. Пар до 120 градусов. Когда вам станет очень жарко, вы можете вылить на себя из ушата прямо целое ведро холодной воды и нырнуть в бассейн. Вот так вот в мороз, в горячую воду. Она горячая, да? Здесь всегда можно отдохнуть друзьями, компанией. Больше мне нравится купель с теплой водой. Сюда спускаешься, как по маленькую деревню. Деревню в городе, которую она нигде не увидела. А теперь, Лариса, разрешите пригласить вас в наш семейный ресторан «Самоков». Вот это настоящий щедрый русский стол. Ну, в этом русском столе итальянская пицца, американский бургер, прекрасный русский салат и форель. Попробуйте. Это все очень вкусно. Делается только перед приходом гостя и только для гостя. Эх, плакала моя фигура. Не могу держаться. Очень хочется все попробовать. Приятного аппетита. Спасибо большое. Здесь очень вкусный соус у салата. Я наслаждаюсь. Мы отдыхаем здесь на протяжении уже лет пяти. Все праздники, юбилеи, детские дни рождения мы отмечаем здесь. Услуги гостей также включены. Континентальные завтраки. Сытные по-русски, богатые. С кашей, с блинами, со сгущенкой, со сметаной. Друзья, мы побывали в ресторан на гостиничном комплексе Самоковский. Я искренне вам хочу сказать, что это отличное место для отдыха душой и телом. Это был проект «Лучшая костра моей гостиницы» по версии Клач ТВ. Меня зовут Лариса Браус. Не забудьте подписаться на канал Клач ТВ. Всем пока! Макс Мара. Одежда для современной женщины с хорошим вкусом и тонким чувством стиля. Идеальный крой для любого случая, возраста и вкуса. Город Кострома. Торговый центр авокадо. Микрорайон Давыдовский 3. Салон «Технооптика». Передовые технологии исследования зрения и производства очков. Совершенный результат. Не миритесь с привычным, когда сомневаетесь в своем зрении. «Технооптика». Точно, надежно, красиво. Всем привет! Меня зовут Титова Анастасия. Сегодня мы исследуем один из салонов «Дом мебели», который находится на улице Димитрова, рядом в ТЦ «Адмирал», где вы можете приобрести все необходимые вам товары, так скажем, прямо на месте. «Дом мебели» утверждает, что в его распоряжении самый большой ассортимент и самые приятные цены. Так ли это? Пойдемте узнаем. Добрый день! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашем салоне. Меня зовут Анастасия. Меня зовут Юлия. Знала от знакомых, что у вас можно обставить всю квартиру за короткие сроки под ключ именно в вашем центре. Да, все верно. У нас в салоне представлены все группы товаров. Пожалуйста, пройдемте. В нашем салоне представлено 7 комнат. Каждая комната оборудована своей мебелью. Это классические гарнитуры. Это наборы составные, включая в себя прямые, угловые шкафы, комоды. Пожалуйста, познакомьтесь, посмотрите. Вот еще одна отдельно стоящая комнатка. Здесь у нас представлен тахта с мягким изголовьем. Можете присесть, посмотреть. Здесь хороший ортопедический пружинный матрасик. Удобно? Да, хорошо. Спальня с угловыми шкафами, с модульными составными пеналами, отдельными элементами, как прикроватная тумба, как комод и декоративная ручная работа подставочки. Это идет как гардеробная. Вы можете пройти в него. Отлично. Туда поместится еще два человека. Вот отдельно спаленка Амели. Эта спальня, она вообще включает более 8 модулей, даже 10. Из этой серии спален Амели кровать можно комплектовать в любом размере. Начиная 120, 140, 160. Здесь идет ортопедическое основание. Оно идет из ламелей, березка. И, соответственно, эти кровати комплектуются матрасами. Мы работаем с ведущей компанией Армос, которая очень расширенно работает в нашем регионе. Там очень большой ассортимент. Можно подобрать матрас от эконом до люксовского. Отлично все. То есть я могу заказать любой удобный для меня размер и матраса, и кровати. Совершенно верно. Ну вот, такие вот у нас есть спаленки. И у нас очень большой ассортимент есть мягкой мебели. Включая все комплекты, это диван и два кресла, отдельно диванчик. Все, что захотите, евро-книжки, мы вам подберем на ваш вкус, на ваше желание. Это зал у нас корпусной мебели. Здесь у нас представлены отдельно комоды, обеденные группы. Это столы, табуреты, стулья. Здесь у нас представлены кухонные уголочки. Магазин дом мебели, у нас вся мебель в наличии. Уже готовое решение, оно включает в себя комплект раковину, фурнитуру. Купили, забрали домой, поставили, все уже готовое. Либо я могу полностью собрать, как мне хочется, да? Да, конечно. У нас есть и такой вариант, это модульная система кухонь. Недорогие модульные кухни набираются поэлементно. Она не нуждается в отдельных дизайн-проектах, отдельных корректировках. То есть пришли, набрали под свой размер, купили, и все, у вас уже готовое решение. Кухню также можно дополнить стеновыми панелями, можно карнизами. И у нас, кстати, очень часто практикуется, можно комплектовать цвета. Очень часто спрашивают, как ухаживать правильно за фасадами, за корпусной мебелью. Опытные хозяйки уже нашли определенное для себя средство, как правильно ухаживать за мебелью. Нужно всего лишь средство для мытья посуды, развести в воде, набрать нужное количество пены, тряпочку, только обязательно, чтобы она была мягкая, и помыть. Потом салфеточкой сухой можно все это протереть, и вам мебель прослужит долго. В доме мебели вы можете выбрать не только красивую кухню, но и получить еще кучу советов для домохозяйки. Дорогой зритель, вот мы и завершили обзор салона «Дом мебели». Могу с уверенностью сказать, что это один из самых привлекательных мебельных салонов в соотношении цены и качества, да еще и с огромным ассортиментом. Главной особенностью является то, что вся мебель есть в наличии, а если у вас есть еще и электронная дисконтная карта, то с помощью нее вы можете получить скидку до 50% от покупки. С вами была Титова Анастасия, это был Клач ТВ, подписывайтесь на наш канал. Салон «Технооптика». Передовые технологии исследования зрения и производства очков. Совершенный результат. Не миритесь с привычным, когда сомневаетесь в своем зрении. Технооптика. Точно. Надежно. Красиво. Макс Мара. Одежда для современной женщины с хорошим вкусом и тонким чувством стиля. Идеальный крой для любого случая, возраста и вкуса. Город Кострома. Торговый центр авокадо. Микрорайон Давыдовский-3. Добрый день. Меня зовут Виктория Зайцева. Я стилист-имиджмейкер. И сегодня мы с вами находимся в магазине Ло, где я буду делать пресс-шоппинг для прекрасной девушки Марии, в которой был запрос на такой расслабленный деловой дресс-код, который на профессиональном языке называется коммуникативный. Я расскажу, чем коммуникативный дресс-код отличается от строгого и от креативного дресс-кода. Я бы взяла вот такую юбку-карандаш насыщенного бордового цвета. Для коммуникативного дресс-кода она идеальная по цвету, для строгого она не подойдет. Ее можно сочетать вот с таким жакетом и получится красивый комплект. И также обязательно в любом деловом дресс-коде нужен костюм. Поэтому к этому жакету мы возьмем еще и брючки, которые достаточно модного кроя и хорошо будут сидеть, я думаю, на нашей девушке. И нам обязательно понадобится рубашка или блузка. Я бы взяла вот такую блузу молочно-желтого цвета. Она тоже достаточно строгая, непрозрачная, будет смотреться интересно. Я думаю, что это идеальное решение для такого прохладного времени года. Носить жилет мы будем вот с этой юбкой, вот с этой чудесной блузкой. И вот эта клетка также подойдет и красиво будет сочетаться. Также мы подберем сюда туфли-лодочки. Что еще хочу отметить про любой деловой дресс-код? Он обязательно требует минимум двух слоев. В коммуникативном дресс-коде также допустим трикотаж, использование различных пулловеров, что не приветствуется в официальном, строгом, консервативном дресс-коде. И третий вариант одежды. Моя клиентка просила сделать более расслабленной, подходящей для пятницы. Там разрешается уже носить деним. Разрешается использовать блузки каких-то более ярких цветов. И поэтому мы выберем следующие элементы одежды. Мы возьмем вот такой жакет из мягкого трикотажа, который по своей цветовой гамме вполне уместен и в строгом деловом, и в коммуникативном дресс-коде. Он будет очень универсален. Я его предлагаю сочетать с такими серыми брюками. И здесь очень интересно будет смотреться вот эта яркая блуза цвета фуксии, что, в принципе, для пятницы вполне будет приемлемо в любом коммуникативном дресс-коде. Сейчас у меня встреча с клиенткой, и мы примерим все эти комплекты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА